Всем привет! Если вы смотрели наше предыдущее видео, то должны помнить, что мы выделяем два типа кейсов – кейс на проблему и кейс на потенциал. В свою очередь кейс на потенциал также имеет несколько потипов, и сегодня мы поговорим об одном из них, который является самым распространенным, а именно кейс на улучшение показателя. Основной структурой таких кейсов чаще всего является формула, так как показатель, который нас просят улучшить, в основном является неким числом – прибыль, выручка и так далее. Как мы уже упоминали, кейсы на улучшение показателей очень похожи на кейс на поиск проблемы. Однако в одном случае нашей целью является найти изменения, а в другом случае мы ищем драйверы, которые мы можем улучшить с максимальным для нас эффектом. В сегодняшнем кейсе наш клиент – это аэропорт, который хочет увеличить выручку от парковок. Давайте подумаем, как подойти к этому кейсу. В начале любого кейса нам обязательно сделать две вещи – уточнить цель и понять бизнес-модель клиента. В данном случае, чтобы уточнить цель, нам нужно как минимум получить понимание того, есть ли у нас какие-то конкретные цифры, насколько мы хотим увеличить данный показатель, а также есть ли у нас временные ограничения. Также полезно будет узнать, есть ли у клиента какие-то предпочтения по увеличению выручки. К примеру, мы хотим улучшить выручку только за счет определенного показателя или определенного драйвера, либо за счет определенного сегмента. Для простоты представим, что числовых показателей в нашем кейсе нет, и нам нужно просто определить все возможные способы того, как мы можем увеличить выручку. С точки зрения определенных драйверов или сегментов мы тоже не ограничены, поэтому мы будем рассматривать все возможные драйверы сегмента. Чтобы понять бизнес-модель, в первую очередь необходимо определить ревенью стримы, то есть те направления выручки, которые приносят нам основной доход. Также нам стоит узнать, какую тарификацию использует клиент. Соответственно, в нашем кейсе у нас только одно направление выручки, то есть выручка, собственно, от парковок, а также подчасовая тарификация. Кроме того, можно узнать, сколько у аэропорта стоянок, одна или несколько. В нашем кейсе мы будем рассматривать одну стоянку и только один почасовой тариф. Дальше можно также спросить про сегменты. Их может быть множество. В нашем кейсе мы не будем это спрашивать вначале для того, чтобы нарисовать более верхнеуровневую структуру. И про сегменты мы спросим чуть позже, уже во время анализа самой структуры. Итак, на текущий момент мы знаем, что у аэропорта одна стоянка. Она использует подчасовую тарификацию. На данном этапе мы можем, в принципе, нарисовать верхнеуровневую структуру, на основе которой будем строить гипотезы о том, какие драйверы можно улучшить. Я вам предлагаю поставить видео на паузу и нарисовать свою структуру, которую вы потом можете сравнить с тем, что сделаю я. Как вы видите, в своей структуре я обозначила два ревенюстрима, несмотря на то, что изначально клиент говорил об одном. У нас есть основной ревенюстрим и прочие стримы. Здесь я обозначила гипотезу того, что у нас есть возможность увеличения выручки за счет добавления ревенюстримов. К примеру, это может быть добавление услуг B2C клиентам, либо также какие-то контракты с B2B клиентами, например, субаренда на вендинговый аппарат. Если возвращаться к основной выручке, то в первую очередь можно разделить на текущую стоянку и новые стоянки. Мы можем увеличивать выручку только с одной стоянки, либо увеличить количество стоянок в случае, если это необходимо. Анализ количества стоянок мы пока что оставим, потому что вернемся к нему позже. Давайте сконцентрируемся на текущей стоянке. Чтобы увеличить выручку с текущей стоянки, мы можем либо увеличить количество, либо увеличить среднюю цену продажи. Средняя цена продажи нравится тремя факторами. Это базовая цена, продакт-микс и скидки. Если мы говорим про базовую цену, то она предполагает увеличение тарифов. Однако это нужно делать очень аккуратно, предварительно изучив эластичность спроса, чтобы в итоге не потерять больше клиентов, чем мы получим на увеличении цены. Если мы говорим про продакт-микс, то здесь нужно изучить, какие типы тарификаций, подчасовых тарификаций есть, и отличаются ли как-то наши тарифы в зависимости от каких-либо сегментов. Что касается скидок, то здесь в первую очередь нужно изучить, какие есть скидки, и можем ли мы от них отказаться. Что касается увеличения количества проданных часов, в первую очередь нам нужно рассмотреть два направления. Это то, какой у нас спрос, и то, хватает ли нам мощности, чтобы покрыть этот спрос. С точки зрения спроса, в случае с парковкой в аэропорту, я обозначила два направления. Спрос драйвится тем, сколько людей приезжает в аэропорт на машине, и какой процент из них будет использовать нашу стоянку. Однако впоследствии, если мы получим от интервьюра какие-то уточняющие факты, мы можем нашу структуру немножко изменить. Если мы говорим про мощности, то в первую очередь нам стоит рассмотреть количество мест, которые у нас доступны для продажи, а также количество часов, в которые мы работаем. Можно сделать предположение, что стоянка работает круглосуточно, однако его все равно следует уточнить у интервьюра. Что касается количества мест, то в первую очередь здесь нужно рассмотреть текущую загрузку мест и возможность увеличения количества мест в случае, если нам их не хватает. Это базовая структура, которая содержит в себе все возможные гипотезы, отвечающие на наш вопрос. Дальше мы запрашиваем у интервьюра релевантную информацию по поводу тех направлений выручки, по которым мы можем провести какие-либо улучшения. И также мы спрашиваем интервьюра про сегменты, которые у нас есть в каждом из направлений выручки. После того, как мы запросили информацию, мы получаем информацию на два из всех драйверов, которые мы обозначили. В данном кейсе мы получим информацию по поводу продакт-микса и информацию по поводу загрузки наших мощностей. Информация есть у вас на слайдах. В первую очередь давайте рассмотрим информацию по продакт-миксу. Мы видим, что у нас есть два тарифа. Первый тариф для обычных клиентов. Второй тариф для сотрудников аэропорта. Сотрудники аэропорта платят в несколько раз меньше, чем обычные клиенты. И это означает, что эти клиенты для нас менее выгодны. Здесь мы не можем сделать никакого предварительного вывода, не переключившись на информацию по загрузке мощностей. То есть для того, чтобы понять, насколько меньше мы получаем текущей выручки, чем мы могли бы получать в случае, если бы мы продавали места только обычным клиентам, нам нужно понять, какое соотношение мест продается обычным клиентам и сотрудникам аэропорта. Это мы увидим из второго слайда. Здесь у нас показана загрузка наших мест по часам, то есть первая сегментация по количеству часов и по типам клиентов. Мы видим, что в самые загруженные часы с 8 утра до 18 вечера около 40% наших мест используются сотрудниками аэропорта. При этом загрузка наших мощностей практически всегда 100%. Здесь можно сделать гипотезу о том, что в пиковой часы нам не хватает мощностей, чтобы продать столько мест, сколько мы могли бы продать при увеличенных мощностях. Чтобы проверить эту гипотезу, нам нужно, возможно, спросить у интервьюера, случается ли нам отказывать другим клиентам в машин на местах в случае, если у нас полная загрузка. Здесь мы получим ответ, что да, многие машины уезжают, не найдя свободного места. Это означает, что наших мощностей в пиковые часы не хватает, чтобы покрыть весь спрос. На данном этапе мы проанализировали нашу раздатку и можем сделать небольшой мини-вывод, что в пиковые часы нам не хватает мощностей. При этом 40% наших мощностей занято теми клиентами, которые приносят нам в разы меньше выручки. Дальше нам необходимо предложить возможные решения этой проблемы. Здесь можно также взять минуту и подумать о том, что бы вы предложили. Скорее всего, вид вашей структуры будет качественный. Желательно сначала сделать брейнсторм, а потом скомбинировать все ваши варианты и предложить интервьюеру дерево решений, то есть структурный вид возможных опций. Здесь вы тоже можете взять минуту и попробовать накидать ее сами. Итак, если мы говорим о возможных дальнейших шагах, то я выделила два основных блока. Первый блок — это убрать льготы, то есть чарджить сотрудников аэропорта столько же, сколько мы чарджим обычных клиентов. Однако это может быть невозможно сделать в случае, если у нас есть некая договоренность с аэропортом. Второй способ, который мы можем предложить клиенту, это расширить наши мощности. И сделать мы это можем либо за счет увеличения площади текущей стоянки или увеличения в ней количества мест, увеличения площади стоянки за счет каких-то новых ресурсов, то есть, к примеру, построить новую стоянку. Это то, о чем мы говорили в начале. Также построить отдельную стоянку для сотрудников. Возможно, эта стоянка будет менее удобной и находиться в менее удобном месте, однако это будет оправдывать ту скидку, которую наши сотрудники получают, используя стоянку. В данном кейсе рекомендация в формате, который я называю Proposal. Это значит, что мы обозначаем возможные опции, которые может использовать клиент. Однако не называем ту конкретную опцию, которая будет максимально выгодна в данном случае, так как у нас не было информации ее просчитать. В случае, если у вас есть информация и вы просчитываете опцию, то дальше рекомендацию стоит говорить в формате топ-даун, то есть, что следует делать клиенту, что он от этого получит и почему мы выбрали именно эту опцию. На этом на сегодня все. Чтобы не пропустить наши следующие видео, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. До скорых встреч!